Жить по средствам. Такой установке соответствует главный финансовый документ региона на 2018-2020 годы. В Ивановской областной думе состоялось второе чтение закона проекта. За 30 дней, что прошли с момента первого обсуждения бюджета, проект закона претерпел большие изменения, которые касаются основных характеристик региональной казны. Дискуссия, конечно, была бурной. Она была довольно сжатой в сроках. Нужно было еще получить одобрение Министерства финансов. Нужно было получить заключение всех органов. Но благодаря слаженной работе оперативной и правительства, и депутатов, и всех, кто в этом процессе участвовал, законопроект выпущен в установленные законом сроки. И он очень нас, безусловно, радует, так как именно социальная сфера получила дополнительное финансирование. Корректировки, проведенные между двумя чтениями, в первую очередь ориентированы на выполнение майских указов президента. по увеличению зарплат работникам бюджетной сферы. В общей сложности на социальную политику направят свыше 11 миллиардов рублей. 8,7 миллиарда рублей получит сфера образования. Существенно вырастут расходы наказания медпомощи. Больше 360 миллионов рублей в следующем году будет выделено только на сложное медицинское оборудование. Это те расходы, которые не могут быть осуществлены за счет фонда обязательного медицинского страхования. Мы впервые за многие годы предусматриваем расходы на ремонт, существенный капитальный ремонт поликлинических учреждений. Эти расходы, я напомню, с 2007 года, с момента завершения национального проекта здоровья в Ивановской области не осуществлялись. Так что в целом очень оптимистично смотрю на бюджет 2018 года. Впервые в бюджете следующего года предусмотрены в полном объеме сигнования по расходным обязательствам, переходящим из текущего года. То есть регион никому не останется должен по государственным муниципальным контрактам, заключенным в текущем году. Я имею в виду те сигнования, которые не исполнены, в частности по дорожному фонду, там, ну, сегодня оценивается, ну, порядка 250-300 миллионов рублей не исполнены на сигнования текущего года. В следующем году будут возвращены в дорожный фонд. Это свидетельство того, что действительно ситуация в регионе становится значительно лучше, чем она была два года назад, когда, я напомню, мы вынуждены были не исполнены на сигнования просто-напросто изымать и не возвращали их дорожникам. Сегодня вот ситуация ровно обратная. В бюджете на 2019 и 2020 год доходы и расходы скорректированы в сторону уменьшения почти на 7 миллиардов рублей и связано это с предстоящим кардинальным изменением налоговой системы в стране. Как уверяют депутаты, необходимые сигнования на выполнение обязательств области перед населением предусмотрят в необходимом объеме, но в любом случае тратить придется только те средства, которыми регион будет располагать.